Для дважды мамы Олеси Корецкой этот год особенный. Младшая дочь Лена идет в первый класс. Мы решили составить им компанию, чтобы подсчитать, в какую сумму обойдется шоппинг к школе. Как известно, главное, чтобы костюмчик сидел. Поэтому начнем с выбора школьной формы. Изобилие белых рюш, черных юбок и классических жакетов, конечно, заставляет провести в магазине не один час. И пока мама Олеся и дочка Лена делают выбор, вспомним, сколько стоило собрать ребенка в первый класс 8 лет назад. В архиве нашей телекомпании сохранился сюжет. В среднем форма для мальчиков будет стоить в пределах 2000. Блузка для девочки обойдется в 400 рублей, юбка 600, жилетка 350, сарафан 1000 рублей. Мама с дочкой подобрали два образа – с юбкой и сарафаном. Вот этот комплект с серой юбочкой и белой классической блузкой стоит почти 5000 рублей. А образ из майки сарафана на тысячу дороже. Лена, тебе какой больше образ нравится – сарафан или юбка? И то и другое. А что больше нравится? Ну, все. И хотя героине нашего сюжета девочка форму для мальчиков внимания мы тоже не обойдем. В среднем костюм для маленького джентльмена обойдется от 7 до 9 тысяч рублей. Ну вот, например, стандартный костюм для мальчиков. Двойка. Сюда входит пиджак и брюки. Впереди отдел со школьной обувью. Для сравнения берем две пары. Средний чек на детские школьные туфли – 2000 рублей. И какой же школьный шоппинг без покупки канцелярских товаров? Дневник, ручки, карандаши, тетради, пенал. В корзину кладем только самое необходимое. Стоимость тетради варьируется от 12 до 70 рублей за штуку. Мы взяли пять разных. В среднем каждый обойдется в 30 рублей. Альбом для рисования, карандаши с красками – 80 и 400 рублей соответственно. Берем недорогой пластилин за 90 рублей. 80 стоит набор картона. Цены на дневники колеблется от 100 до 600 рублей. Выбираем классические и минимальную стоимость. В итоге содержимое этой корзины, в которой только самое необходимое по минимальной цене, обошлось маме Олесе в 1500 рублей. Чуть не забыли о рюкзаке. Тут нам улыбнулась удача в виде акции. И рюкзак мы покупаем всего за 500 рублей. Ручки, линейки, карандаши, тетради и дневник – основное, что понадобится ребенку 1 сентября. В среднем уложиться можно в 500-600 рублей. Складываем суммы, потраченные на одежду, обувь и рюкзак с его содержимым. Итого экономный шоппинг обошелся нам в 8 тысяч рублей, что на 3 тысячи больше по сравнению с 2012 годом. Вообще это ощутимо, потому что сборы в школу действительно требуют финансовых затрат. И еще, когда мы ходили в детский сад, обсуждали выпускное, какие-то траты, всех предупреждали, что будьте готовы к тому, что собирать ребенка в школу – это требует денег. Нам уже было интересно, мы присматривали и форма, сколько стоит, и сколько стоят констовары, что-то там, что уже нравится, что хотели бы выбрать. Что-то у нас уже было, мы покупали, потому что интересно было. Удовольствие от обновок Лена получила, а вот в школу, признается, хочется не сильно. Не очень. Почему? Потому что там читала, читала, читает, читает. Лариса Шлафаст, Мария Левина, Николай Сидоров. События. Лариса Шлафаст, Мария Левина, Николай Сидоров, Сергей Сидоров. Продолжение следует... Продолжение следует...